здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема лук то есть мы продолжаем тему и пока я вам все не расскажу что хочу про эту культуру я не закончу делать эти программы значит мы готовим лук к посадке для начала хочу вам сказать что прежде чем готовить вот сами луковицы к посадке вы должны запомнить что лук культура достаточно хладостойкая и она не любит холода конечно как все растения нельзя в мерзлую землю весной высаживать лук который прогрет который там до подготовлен лежал при 18 градусов конечно нет но и высаживать лук при температуре 20 22 градуса уже очень и очень рискованно вот если температура почвы достигла от плюс 6 до плюс 12 градусов вы уже можете совершенно спокойно начать высаживать лук но прежде чем начать опять еще раз повторить готовить грядку там там делать бороздки вы должны за 20 25 дней подготовить лук к посадке почему так долго сейчас поймете почему а для того чтобы правильно подготовить и луковицы к посадке что нужно сделать во первых разобрать весь лук до разобрать отделив испорченные луковицы от хороших ну вот смотрите я выложила часть лука я не вижу здесь не гнилых не каких-то там чахлых дохлых лук совершенно чистый но смотрите вот эти луковички разве одинаковы нет ведь правда ваша задача состоит в том во первых чтобы выбрать фракцию помельче ну то есть разделите на обычно это три фракции получаются та которая мелкая та которая средняя и так которая крупная разделили все молодцы значит что нужно сделать дальше ну прям вот конкретно поделите потому что на грядке они все фракции займут свои места они все в кучу посаженные потому что вот такой вот чахлик да маленький рядом вот с таким вот простите меня слоном конечно взойдя этот выпустит зелень вот такую вот этот там в два пера и что этому не достанется ни света ни радости поэтому садите их отдельными рядами или отдельными там участками грядки значит это было первое перебрать весь лук и разложить его на фракции мельче средней и покрупнее второе что вы должны сделать уберите с него лишнюю чешую прямо ручками уберите не хотите чистить до белой рубашки вы считаете что это рискованно тогда снимите чешую вот осталась одна рубашка на этом луке видите вот любую берите и вот так если он сухой он естественно чистится достаточно хорошо вот здесь рубашка снимается замечательно не бойтесь вы этого делать дело в том что чешуя лука две-три чешуи лука это называется вот свободная рубашка именно в ней находится вещество которое достаточно долго не дает прорастать корням и перу но нам на посад на грядке нужны корни они перо в первую очередь при теплой почве теплой почве выше 12-15 градусов у вас будет идти перо а при почве 6-12 градусов будут идти корни и рубашка чтоб не мешало лишнее все снять однозначно первое что вы сделаете когда купите лук это первое самое вы его рассыпите в теплом помещении до на газетке и дадите ему высохнуть несколько дней потом уберите его ну не знаю за холодильник за дверь комнаты в прихожей так чтобы температура была постоянной 18-20 градусов и вот такой температуре высушенной вами уже он до хранится до посадки но мы уже с вами как бы да перешли к тому как обработать лук перед посадкой мы его перебрали мы его почистили лишнюю рубашечки все пальчиками видите как хорошо вот хотя бы то что снимается уберите вот есть еще же одна причина почему его нужно почистить вот за чешуями это мы слепые не видим да и не слепые не видят что за чешуйками лука обязательно найдутся вредители да вот та луковая муха красавица отложит свои личиночки туда яйца и они благополучно перезимуют если не нанесут вреда уже при хранении этого сивка то есть вы прежде чем сопротивляться моим советам включите пожалуйста голову и думайте почему это нужно сделать значит что еще нужно сделать обязательно для того чтобы посадить лук и вырастить его замечательно да естественно его надо избавить от вредителей которые до сто процентов есть в любом сивке который продается в магазине и ваши вопросы наивные ну правда а чё он там не обработан да боже мой да кто будет тратить деньги для того чтобы его обработать так чтобы там не осталось ни одного червячка ни одного яйца какой-нибудь мухи конечно не обработан вы просто себе это вот и в этом направлении действуйте а не в том что кто-то для вас что-то там обработал у нас так не принято в россии живем значит значит все чешую сняли я буду возвращаться неоднократное количество раз к тому что говорю потому что хочу донести для вас почему это так важно теперь обработка от вредителей уже препаратами вы за две недели до посадки за 14 дней устроите луку его надо устроить так чтобы температура вокруг него в течение от 12 часов до суток было бы 45 градусов если вы это не можете придумать у себя то тогда уже перед посадкой за сутки за двое но это максимум вы должны замочить его в соленой воде ну примерно так не соврать бы три стакана соли на 10 литров воды на сутки то есть на 3 3 литровая банка один стакан соли этого количества достаточно жидкости чтобы замочить его вы можете нагреть воду до 55 градусов и замочить его на 15-20 минут это тоже хорошо очень сработает мы лук прогреваем еще зачем вот этот прогрев на 12 или там более часов зачем он вообще нужен да для того чтобы лук не стрелковался а не только для того чтобы погубить там каких-то вредителей и избавиться от болезней но прежде чем замачивать лук в чем-либо а это может быть и навозная жижа на сутки до очень хорошо работает нам надо его подготовить вот к этой процедуре хороший хозяин не только лишние рубашечки снимет хороший хозяин еще и шейку обрежет шейка это вот это место которое начинается до луковичка переходит в перо и как мы его должны обрезать вы можете обрезать его ровненько чуть прихватив например до кусочек его стебли у этого пера который будет выходить хвостика вот таким образом но я бы вам рекомендовала сделать не так сделайте как делают северяне мы этот способ с вами проходили возьмите и обрежьте лук вот так что страшно я представляю дарья смотрите какой он сочный какой он красавец совершенно здоровый вы поймите что его середина она не привезли не повреждена все зачатки его перьев находятся вот здесь вот вот здесь а здесь это только перо выходящее и вот когда вы его замучите вот я вам покажу на еще большие луковицы секунду вот смотрите вот он красный лук да ну представьте что это севок я хочу чтобы вы видели просто и мы его вот так обрежем все тоже здесь в порядке смотрите здесь до концентрация его зеленых росков перьев но когда он будет лежать в растворе раствор проникнет до самого вот донца это донца называется у лука пройдет через все чешуи но вреда это посадочному материалу не принесет кроме пользы ничего не будет понимаете меня вот это и называется предпосадочная подготовка лука и если вы считаете что вы воткнете лук просто так себе и у вас все будет красиво и замечательно то вы глубоко ошибаетесь вся земля заражена какими-нибудь домухами вся почва заражена какими-нибудь до яйцами поэтому все что я предлагаю просто и понятно да повторяю еще раз значит лук надо перебрать его надо обязательно что сделать снять лишние рубашки обрезать его так чтобы проход жидкости в которой мы будем обрабатывать да хоть медный купорос столовая ложка на 10 литров без верха пожалуйста значит в жидкости должны проходить туда за все чешуи и избавить нас и от болезней от вредителей и только тогда мы будем его высаживать а как мы это будем делать следующей программе всего доброго вам и до свидания